всем привет еще одно видео решил снять вопросы у многих наверное появляются когда видите в тулсах вот эти вот кисти для чего они нужны что с ними можно делать да ну один вариант я вам сейчас покажу заходим документы так отключаем про и уменьшаем так вот наше окно жмем резюме подгоняем нам нужен квадрат 205 на 205 поставим жмем да вот все зашибись и теперь давайте зайдем в тулс и откроем вот эту вот красивую такую кисть single airbrush ох ё вот уменьшим ее и вот так вот чуть-чуть притормозило вот так вот ее всю зальем все это мы сделали теперь что можно делать менять альфы здесь вот ставить разные альфы допустим давайте поставим ну альфа 34 вот так вот вот так она рисует можно уменьшить интенсивность драйв сайз и вот так вот что нибудь тут наверх тем наверно повторюсь если скажу что у меня на канале не стоит задача показать как это все качественно как это хорошо скорее всего я сделал для того чтобы хотя бы тот кто начинает учиться понимал что для чего нужно как в принципе приблизительно это работает качество это уже вопрос его так сказать образование как он научится и что он сможет делать так заходим теперь дальше и давайте вот эту смуть включим чуть прибавим драйв сайз и вот так вот что нибудь тут покрутим покрутим можно его чуть уменьшить драйв сайз и вот так вот что-то закручивать можно это может способ использоваться но опять же мое мнение для складок для каких-то деталей может быть подушек одежды вот что-то в этом духе какие-нибудь скатерти и так далее вот что-то такое мы сделали давайте еще посмотрим что тут у нас есть есть у нас bump brush вот как он действует вот таким образом он рисует и вот так вот можно это дело все надувать нам это не надо давайте еще посмотрим что тут есть так вот это вот нормальная директория brush уменьшим и вот так вот его что-то тут рисует вот таким образом вот у него текстура тут и посмотрим как это все потом будет выглядеть так все текстуру мы теперь можем отключить и включим так 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 какую включить можно вот эту вот вот можно рисовать вот так складки если без нижних вот этих что мы нарисовали то в принципе вот этой кистью можно складку нарисовать и потом уже ее доработать доработать ее вот можно переключаться потом опять же между этими что мы использовали кистями так вот это еще нормально вот она стирает вы видите его вот такая штука получается так теперь что еще тут у нас есть так вот это вот кисть вот что то такое она прибавляет можно поменять еще поставить другую кисть другую альфу вот так вот и опять немножко можно все это под перебаламутить вот так вот то вот что вы можете зайти в альфу и как вот раньше мы делали к обдок нажать вот у вас высветилась альфа что вы теперь делаете заходите в документы жмёте PRO прибавляете делаете RESIS ставите вот так вот и теперь CTRL N всё это убираете вот у вас чистая поверхность теперь вы открываете так ну давайте сферу откроем открываем сферу делаем make polymesh заходим в альфу находим нашу альфу всё забываю ставить edit ставим edit make polymesh прибавляем немножко draft size здесь ставим drag rect и вот такая вот текстура у нас получается также ей можно рисовать вот эту поставим вот так вот можно рисовать ей и вот так вот тоже что ещё тут можно наносить и вот так вот можно делать наверное камни скалы вот что-то такое вот получается если обрезать будет неплохая текстура голыша с фактурного камня давайте попробуем вот так вот делаем CTRL SHIFT жмём тринк рек и вот так вот обрежем вот такой голыш у нас получился облицовочный камень всё всё всем пока прикольная штука можно добавить тут трещины ещё вот между прочим всё всем пока Продолжение следует...